У Гомире проходят методичные мероприемства для выкладчиков русской мовы у тем леку и як замежной. С научными семинарами приехали ведущие специалисты Московского института русской мовы имя Пушкина. На протягу некоторых дней выкладчики проведут в областном центре шерах лекций, майстер-классов и тренингов. Головная тема – сучасные тенденции в развитии русской мовы и литературы. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Инициаторам и организаторам проведения серии семинаров выступил Российский Центр науки и культуры. Пляцовкой для проведения методичных мероприемств обрали Гомельский Державный Университет имя Франциска Скарыны. Тут, до речи селета, на филологичном факультете з'явилась новая специальность – русская мова як замежная. Затекавились агэтым накерунком в учебу у приватности молодые люди с Туркменистана и Китая. В будущем яны плануют вернуться на родиму у якости выкладчика русской мовы для своих суайчинников. В последние годы таким заметным явлением стало присутствие в нашей жизни, в нашей учебной работе студентов из-за рубежа изучающих русский язык как иностранный. Центром развития этого направления, этой, можно сказать, методической науки, этой деятельности является Институт русского языка имени Пушкина. Сейчас, в настоящее время, у нас такая более эффективная и более правильная форма повышения квалификации – это проведение семинаров, целой серии семинаров, семинарских занятий. Новые методы и формы выкладания русской мовы з уликом сучасных аддукационных и информационных технологий затекавили многих. Заявки на уделы семинаров подали каля 40 педагогов. Право выступить первое представили профессору финансового университета при Урадзе Российской Федерации Вользе Бурукиной. У своей лекции она представила русскую мову як самую гнуткую, моцную и эмоциональную у свете. Это не самый сложный язык в мире. Я по первой специальности переводчик английского, финского, шведского и испанского языков. А финский язык гораздо сложнее, чем русский, потому что в русском языке всего шесть падежей. В финском различные грамматисты насчитывают от 12 до 16, и в венгерском – 22 падежи. Но русский язык дает возможность именно формирования системного мышления. А кроме атерыточной частки, запланованной проведения майстер-классов, на их удельнике семинаров ознайомятся с творчими подыходами выкладания русской мовы в тим лику и с выкористанием ораторского и музычного мастерства. Евгений Кухаронак, Валера Гапанько, Теля Радуя, Кампания Гомель.